Продолжаем первую часть, соната оп. 13, патетическая восьмая соната Дховена. «Аллегри де моль де экон брио», быстро, очень быстро и пламенно, с огнем, можно сказать, огненно, скорее, экон брио, с огнем, слишком, да. Смотрим, как здесь устроено. Во-первых, конечно, левую руку нужно ладить. Тут, возможно, разные варианты, но вообще я веду пятым пальцем четверти. Следя за тем, чтобы у меня было вот это движение, свободное, и чтобы рука была свободной, не зажималась. Вот для этого нужно вот такое движение, вот такое движение. Чуть высокая кисть, такая рихторовская высокая кисть, отец Рихтера советовал. Юному Рихтеру иногда высокую кисть использовать в таких местах. Вот он. И вот нам важно так, чтобы в этом движении рука абсолютно не зажималась. вот такой вот, да, вот такое движение. Какого можно назвать? Наверное, есть какое-то название, да. Вокруг некой воображаемой оси. Вот, может быть, второй палец у меня вот такая ось, вот здесь вот, такое покачивание. Может быть, мельница, да, кто-то, по-моему, назвал мельницей, такой прием. Ну, и дальше тоже. И здесь. Да, все время следить. Все время следить, чтобы свободная рука. Это отдельная штука такая. Дальше. Что происходит в правой руке? Во-первых, пьяно. Вот это после этой, после этой фирматы, фирмата свободная, тревожная. Кстати, кстати, здесь вот эта артикуляционная лига. Вот такая. Ти-ри. И потом. Ти-ри. Вот. Очень важно это осознать. Ти-ри. Она у нас уже встречалась. Ти-ри. Ти-ри. И вот дальше очень интересная штука. Вот такая. Потом вот такой затакт. Отсюда. Важно разобраться в этой теме, как она устроена. Потом вот эта синкопа, которая слышится вот здесь. Лига вот такая. И потом. Потом длинная нота, которую нужно услышать. Здесь фактически симпометр. И разрешить ее. До разрешается в Си. И потом опять здесь синкопа. Затакт. Синкопа. Черточка. И затакт. Ну, вот дальше. Вот это. Очень важно. Вот такая артикуляционная лига. С активным выходом. Рука отдыхает. А потом пальцевая работа. Трамплинчик. И падаем. Активно работаем на четвертой доле. И по инерции попадаем сюда. Потом такой мотив. Ай лав ю ту опять. Прыгать особенно не нужно. Пальцевое стаккато. Даже почти не стаккато. Кстати, очень полезно. Учить легато. Потом. Потом. Ли фония. Потом легче. Потом близкая стаккато. С учетом. То, что мы уже услышали в легато. Прилипнуть. Прилипнуть. Услышать. В середине такта услышать. Здесь. Здесь и отскочить. По нижней дуге отскочить. Соответственно. Не вот так. Не. Я потом. А именно. Вот так. По нижней дуге. Отскок. И сильная доля. Поэтому здесь тоже небольшой акцентик. И опять. Ай лав ю ту. Вот эти. Вот этот мотив. Это отдельный мотив. Так что все сцепляется вот таким образом. То есть. Пришли сюда. И потом. Ай лав ю ту. Это. Идет сюда. Это идет сюда. Это. Я играю почти легато. То есть. Половинки с небольшим. Вообще. Такая запись. Имелась ввиду. Что. Играет с четвертями. То есть. Выдержанные четверти. Они. Они вот это. Ни в коем случае. Пропеты и четверти. Вот так. Эти половинки с точкой означают. Палифония. Взяли сексту. Пятым пальцем. И внутри. Изумительный ход. Совершенно непростой. Среднего голоса. И вот до слышим здесь. Поэтому. Всеми голосами. Подныриваем под это до. И тогда мы его разрешаем. Да. Да. Та-дам. Это прям нужно. Левая рука. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Опять длинная до. Разрешаемая в семь. Это значит, что все остальные голоса подныривают. Вот это. Да. До. И секста тоже, кстати. Да. Би-бемоль тоже. Остальные. Вот я без всякой педали делаю эту вторую волну вот здесь. Вот здесь. В свободной абсолютно руке. И не шумлю левой рукой соответственно. Другими голосами. И вся в полифоне слышна. Синкопа. Синкопа, которая должна быть слышна здесь. Синкопа, которая должна быть здесь. Один. Па-па-па. Па-па-па-пим. Это реплика. I love you, I love you, too. Отдельные два фаготика. Не вот так. I love you, I love you, too. Куда идем, да? В полифоне, да? И здесь. Сюда. Да? И потом. Как играем этот пассаж? Предлагаю часто я... И мне нравится этот вариант. Что вот эти четверочка в левую руку. В левую руку. Главное, вот это еще нам. Взаимодействие. Да. I love you, too. I love you, too. I love you, too. I love you, too. Обязательно услышать. Что это никакой не пассаж по... Якобы арпеджио абстрактное, да? А такая же речь. I love you, too. I love you, too. I love you, too. И поскольку немецкая музыка... Их лебедих. Можно... Их лебедих. Их лебедих. Или тебя люблю, да? Тебя люблю. Тебя люблю. Тебя люблю. Тебя люблю. Неважно. Или два-три-четыре раз. Два-три-четыре раз. Два-три-четыре раз. Два-три-четыре раз. Два-три-четыре. Два-три-четыре раз. Два-три-четыре. Важно, что два является началом мотива. Два-три-четыре раз. Не раз два-три-четыре раз. Два-три-четыре раз. А два-три-четыре раз. Два-три-четыре раз. является началом мотива. Тебя люблю, их лебеди, I love you too. Здесь, кстати, вот этот момент. Можно сыграть левой рукой, а можно одну терцию сыграть на выбор. Можно сыграть правой рукой. Удобно. Получается партия правой руки. Или так. И то, и другое, возможно. Главное опять та же самая речь. I love you too. Поворот. I love you too. I love you too. Обязательно две реплики. I love you too. А внутри. I love you too. Затакты. Такая структура. Обязательно активные затакты. То есть активные, так называемые слабые доли. А сильные доли колотить не нужно. Они и так слышные. То есть, слышим сильные, играем слабые. Она все понятно. I love you too. Это высказывание. Высказывание. Два, три, четыре. Раз, три, четыре. Здесь очень важно, в этом аккорде, ми бемоль, которая, условно говоря, синкопируется, то есть слышится вот здесь, то есть берём и должно слышать это ми здесь, вот, немножко другая задача, чем обычная, да, не просто не так, да, а ми, вот она, ай-ла-плю-ту, ай-ла-плю-ту тоже, да, ай-ла-плю, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, высказывание там, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, да, 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 при фоне, да, то есть два, как минимум два кларнета играю, да. Поскольку я хочу слышать сор бемоль, то я левой рукой немножко отступаю. Не так, да, не шумлю левой рукой, а взял и ушел, и слушаю аккорд. Это очень важно во всех аналогичных местах. Это аккорд взял, левой рукой ушел, и рука, кстати, еще отдыхает заодно. А движение не пропадает, пламя никуда не пропадает. Тихо и горячо в левой руке. Выучить партию вторую, первую. Прилипнуть, разрешить, прилипнуть, прилипнуть. Именно такое движение. Прилипнуть, разрешить. Прилипнуть. Свободная рука. Отлипнуть. Прилипнуть. Отлипнуть. Побочная партия в следующем ролике. Отлипнуть. Отлипнуть.